Приветствую вас. Вопрос прочитал. Хотел бы дать на него ответ. Во-первых, как это видится мне, что ваш вопрос, ну или точнее сказать, запрос. Он не совсем психологический. Вам тут нужен консультант по трудоустройству. В буквальном смысле слова. И в буквальном смысле слова вам возможно, возможно, я естественно не утверждаю этого наверняка, но возможно, можно пройти тест. Пройти тест на то, какая работа ваша, на то, что вам ближе всего будет по работе. Это вот то, что прямо непосредственно по вашей проблеме, что можно сделать. Да, именно по проблеме. То есть как выйти из ситуации, что сделать. С другой стороны, с психологической точки зрения, можно предположить, что вы челенаправленно находитесь в этом состоянии, в таком состоянии. А, значит, потому что оно вас устраивает. А, потому что вам чем-то полезна эта ситуация. Опять же, у вас может быть страх, например, неудачи или неуверенность в себе, допустим, которые мешают вам адекватно реализоваться в плане профессии. То есть моментов много. Какой из моментов более адекватен для вас, какая из ситуаций более адекватна для вас. Ну, исходя из вашего текста, сказать сложно, однозначно. То есть, вроде бы, как вы действительно хотите работать. Вроде бы, как вам это действительно нужно. Но, в то же время, есть некие факторы, есть некие факторы, которые намекают на то, что, а вот, не хотите вы работать. Не так сильно вам нужно работать. Понимаете? То есть, хочу банальную вещь, но в невозможных, в невозможных, в безвыходных ситуациях, как бы, нахождение решения зависит не от того, какие есть варианты. Потому что, я думаю, вы согласитесь, если бы все упиралось только в варианты, то вы бы, наверное, я думаю, вы бы уже давно выбрали бы, что это правильно. Я думаю так. То есть дело не в вариантах, а дело в вашей мотивации. Дело в том, что вы отсеиваете. Понимаете? Понимаете? И вот, если я прав, то проблема решается через ваше, через преодоление ваших внутренних противоречий и переживаний. Вполне возможно, через преодоление последствий развода. Вот. Ну, опять же, я вам это поясню. Я вам это поясню довольно подробно постараюсь, довольно подробно постараюсь пояснить, как вам стоит действовать и что стоит делать. Вот. Итак, вы пишите, значит, учась в университете, вышла замуж рано по глупости, наивности, неопытности, не разбираюсь в людях, не зная, чего хочу сама. Значит, вы вышли замуж по глупости, наивности, не зная, чего хотите сама. Здесь вы немножко лукавите, потому что вы знали, чего вы хотите. Вы хотели слушаться своего мужа. То есть, когда у вас была возможность, когда у вас была... Когда перед вами стоял выбор, вы слушались своего мужа и поступили так, как вам сказал муж. То есть, хотели, родили ребёнка, ребёнка. Несмотря на то, что родители вам говорили о том, чтобы вы поработали. Исходя из этого, соответственно, это вопрос мотивации. То есть, когда вы слушали мужа, о чём вы думаете? Когда вы слушали мужа, какую цель вы преследовали? И почему? И зачем? Понимаете, если бы вы учились однозначно для того, чтобы работать, если бы вы учились однозначно для того, чтобы как-то вот реализоваться в своей деятельности, так сказать, на профессиональном попроще и так далее. Если бы вы учились ради этого, то простите, но я не думаю, что какой-то брак, вообще какие угодно обстоятельства смогли бы вас остановить от реализации своих планов. Но это произошло, это произошло, и, значит, к тому были предпосылки. И вот вопрос, который у меня к вам, что это были за предпосылки? Понимаете? Что это были за предпосылки такие? На последнем курсе супруг просил ребёнка, мотивируя тем, что ему уже 32 года. Ага. Вот мотив у человека, да? Мне 32 года уже. Давай, ребёнка, сделаем. И плевать получается, что у вас есть какие-то свои, там, попребности. Плевать, что у вас есть какие-то свои желания. Ну, плевать на это, совершенно. Да? Получается. Вот как вы сами расцениваете мотив вашего супруга. Как он вам самой видит мотив вашего супруга. Кстати, вы произвели впечатление человека достаточно умного, образованного, рассудительного. Я не верю вам, я не верю вам в то, что вы приняли за чистую монету то, что вам говорил супруг. Даже при условии, даже при условии, что вы были наивны, ну вот не верю вам, всё как у Станиславского, не верю. Значит, вы захотели, значит, вы захотели так поступить. Вы захотели, вероятнее всего, ребёнка самым. Ну, и в этом нет ничего плохого. Именно в том, что вы хотели ребёнка. И что вы, например, не хотели работать. Допустим. Допустим. В этом нет ничего плохого. Этого не надо стесняться. Этого не нужно скрывать, понимаете. Тогда возникает вопрос. Ради чего вы учились? Тогда возникает вопрос. А зачем вы учились? Тогда возникает вопрос. С какой целью вы учились? Понимаете? Вот что произошло, что вот вы учились, да, вы учились, 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 значит, и всё. И всё к этому вопрос, получается. Опять же, понимаете, вот, я не думал, что это так. Не думал. Далее, значит, у вас с супругом было 9 лет разница. Значит, и что у нас здесь? Если мы говорим, значит, о 9-ти годах. Разница. Что у нас здесь? Что мы имеем? Имеем мы то, что вы в своем музе видели отца. Вот это вот то, что мы имеем. И это означает, в свою очередь, что отец у вас был авторитарный, либо наоборот, его вообще не было. То есть, было недостаточно. И всем доставляла мама. Но, в любом случае, вы однозначно увереннее себя чувствовали, когда были с мужчиной. Вы однозначно увереннее себя чувствовали, когда были вот, ну, под защитой, да, под защитой мужчины, например. Вы однозначно чувствовали себя увереннее в себе. Вот вопрос задаю я вам. Значит, чем это было вызвано, чтобы увереннее себя чувствовали? Ну, очевидно воспитание, очевидно установка, очевидно какие-то взгляды, да, и так далее. Теперь, давайте подумаем. Если вы воспитаны так, что вам нужен мужчина обязательно в жизни, ну, то есть, чтобы вы чувствовали себя увереннее, то это означает, что скорее всего, даже ища работу, ну, пытаясь найти работу, вы будете чувствовать внутреннее сопротивление. Почему? Потому что, значит, вам, ну, в действительности это не то, чего бы вы хотели. Вам в действительности хочется быть под крылом мужчины, да, а вы, ну, а вы, соответственно, ищите работу. Ну, как-то это вот вообще не то совсем, совсем не то, чего вам подознательно хочется в глубине души, да? А вот, ну, и, соответственно, момент, моментов здесь какой? То есть, вам нужно определить, так какое направление вы возьмете себе. Либо вы будете идти дальше по пути в зависимости от мужчины, тогда вы можете возвращаться в Казахстан к себе с детьми, жить с мамой, но при этом стараться познакомиться с мужчиной по интернету, завести с ним отношения. Потом как-то, значит, ну, пересечься с ним, встретиться. И, значит, вступив с ним в отношения, и вступив с ним в отношения, вы, по сути дела, убьете двух дать, по сути дела. Вы и достаток себе обеспечите соответствующий, и будете в той позиции, которая у вас, ну, есть изначально, была изначально, скажем так. Конечно, это потребует определенных сил, конечно, потребует определенных, ну, определенных каких-то усилий, да, это потребует определенных положений, безусловно. Но, но, по крайней мере, вы будете в своей порядке себя чувствовать, и, по моему мнению, вам будет максимально комфортно. Максимально комфортно, насколько это вам возможно вообще. Далее. Далее. Далее нужно сказать так. Если вас не устраивает подобно ситуация, если все-таки вот, ну, вы чувствуете, что это не ваше, да, что вы не хотите больше под гнетом мужчины быть, хотите быть более самостоятельным, то, в таком случае, ну, и наработок над уверенностью в себе. То есть, вот, то, что вы в себе неуверенны, то, что вы в себе не принимаете какие-то вещи, то, что вы сомневаетесь в себе, то, что вот вы даже по тексту это заметно, что вы, знаете, как, мягко очень, мягко, вот. И вот, собственно, исправлять нужно последствия унижений, которые вам причинил ваш муж. Унижения, оскорбления, которые на вас посыпают. Вот, да, вы поступили, это правильно. Поступили вы и верно. Это однозначно. Но дело в другом. В том, что самооценка ваша, она посыпнулась. Вот, если вам мужчина может попросить родить ребенка, то, вот, это о чем-то говорит. Ну, дальше он, он говорил вам, что карьера женщины – это семья, мы на это соглашались. Кстати, вот, как вы считаете, карьера женщины – это действительно семья? Родители же говорили, иди поработай, успей детей родить. Но я, я послушал с мужем. Ну, об этом я честно говорил. Уже, мне бы хотелось здесь только добавить, чтобы вы подумали, почему. Вот, чем вы руководствовались, когда слушали мужа? Ну, он вас спросил. Ну, он вам говорил. Ну, он, значит, поразил у вас ребенка и так далее. Почему вы согласились дать ему то, что он вас спросил? Почему вы согласились на это? Вот, что меня интересует больше всего. Это, знаете, не такая просьба, например, налить воды. Довольно серьезная просьба. И вы на нее согласились. Знаете, рассуть почему. После окончения вызова была старшая дочь. Жалко, что вы не сказали, когда это было. Я не заметил у вас тексты, но, может быть, уже забыл. Ага, не заметил в тексте, сколько лет дочь старше. Значит, со временем начались проблемы. Из-за чего? Когда ребенку был годик, я уехал к родителям в деревню. Когда-то там. Опять же, из-за чего? Через месяц после переговоров я вернулся. К чему пришли переговоры? Две недели было все хорошо, забеременно, но не планово. Соответственно, о чем вы думали в этот момент и чем руководствовались? Как бы, переговоры здесь обнажают то, что мужчина ненадежен. Ну, или можно сказать, что, например, не до конца надежен. Да? То есть, есть сомнения относительно его надежности и так далее. Да? Есть сомнения. Так вот, вы после переговоров, причем переговоров дистанционных, как я понял, значит, возвращаетесь. И две недели, за две недели вы расслабляетесь настолько, что внепланово беременнеете, то есть спите с ним. Хотя, по-хорошему, две недели, это точно не тот срок после переговоров, когда можно с мужчиной спать. Ну, если вряд ли насчет, что у вас, ну, что у вас некоторые проблемы в отношениях. И здесь, как бы, тоже момент. И момент, на мой взгляд, ну, довольно серьезный. То есть, получается так, что вы либо своего мужа быстро простили, либо, ну, либо он вас сумел убедить. Он вас сумел убедить в том, что все хорошо. Ну, например. И опять же, убедить он вас сумел благодаря тому, что ваша позиция по данному вопросу была недостаточно четкой. Вот, знаете, не было четкого представления у вас и, скорее всего, нет. Ну, сейчас есть, конечно, но мне кажется, равно не так ярко. Нет представления о том, что важно и ценно для меня, что мне принесет в пользу. Вот, нет у вас этого, этого, ну, вот, этого элемента в позиции вашей. И отсюда все вот эти ситуации. Вы слишком быстро дали мужчине понять, что вы его простили. Вы слишком быстро расслабили своего мужчину. Так что он даже не успел накладиться и прочувствовать, что он вернул вас. Вы слишком быстро согласились с ним нынче. Вы не предвидели того факта, что мужчина мог вернуться к тому, что было. Потому что, ну, нужно время, чтобы человек доказал, что он изменился. У этого ничего не было. И, опять же, у этого есть причина. У этого всего есть причины. И причина эта, если вас, скорее всего, в отношении с родителями. Ну, как вот, я думаю. Далее. Надеюсь, так. Родилась вторая дочь. Через полгода мы развелись. Ну, я могу сказать. Просто здорово. Ребенка второго родили и развелись через полгода. Вот. Значит, вот скажите, я вас не обвиняю. Я хочу понять вашу позицию. И, точнее, я хочу, чтобы вы сами ее поняли несколько лучше. Когда вы, когда у вас, точнее, когда у вас родился ребенок. Первый еще ребенок. И начались проблемы с мужем. Вас это не насторожило, что, как только, как только у вас появился ребенок. Точно начались проблемы с мужем. Если не насторожило, то почему? Я не говорю о том, что это неправильно. То, что вас не насторожило. Нет. Я не говорю о том, что это неправильно. Я хочу, чтобы вы подумали, почему не насторожило. Далее вы пишите о том, что, значит, через полгода вы развелись. Я понял, что мы разные люди, а нам не понять друг друга. А что вот было до этого? Что мешало вам понять, что вы родные люди, ну, немножечко раньше, может быть. Когда вы еще не родили, не родили хотя бы первого ребенка. Ведь я не уверен, что мужчина развел себя слишком уж иначе. Особенно после переговоров. Он же переговаривался с вами. Значит, хотел, чтобы вы вернулись. Значит, вы ему для чего-то были нужны. Понимаете? Здесь вопрос о вашей женской модели поведения, кстати говоря. Как вы ведете себя в отношениях в контексте женщины? Чувствует ли мужчина себя с вами мужчиной? Что вам нужно, чтобы почувствовать себя женщиной? И так далее. Потому что мне кажется, что в ситуации с вашим мужем, каких-то вот таких темных моментов, неясных, смотря на объемные ваши сообщения, все же много. Значит, по факту, по факту, была одна всегда. Не было ни уважения, оскорбления, что я никто, назвать никак, деревенская девочка, много слез, попыток не смогла больше так жить. По факту, была всегда одна. Но умерились с этим. Опять же, зачем? Почему? Вот. Значит, не смогла жить так. Подала на развод. Было много попыток. Попыток к чему? Почему только с вашей стороны? Что заставляло вас эти попытки принимать? Подала на развод, уехала, я не избегала от проблемы, не избегала ее, просто поняла, что так жить не хочу, что человек не мой, не нужно брать силы и нервы. Я нахожу детям здоровые и улыбаюсь. Это правильно. Но только вопрос, что мне стало понять раньше. Трехкомнатную квартиру в Омске, где мы жили, он обсудил. Полгода алименты платил, пока работал в Омске, потом нашел квартиру и уехал на север, место работы скрывает, платят алименты, когда стоит что-то нужным. Я бы так сказал. Так, ну, вам нужно в обязательном порядке подавать здесь на алименты. Просто в обязательном порядке вам нужно подавать на алименты. Почему? Потому что тот факт, что мужчина не платит вам алименты, тот факт, что он не делает этого, ну, не означает того, что он не должен этого делать. То есть я хочу сказать, что даже если мужчина не платит алименты, то вам в общем и целом нужно все равно подавать в суд и взыскивать с него эту сумму, которая мне нужна. То есть там будет проведено расследование, будет следствие, будет следствие, то есть все вот эти вот вещи, все вот эти вот вещи будут, которые, ну, вот, связаны с выявлением доходов мужчин. И исходя из этого уже по закону как раз будет вынесено решение. Вот, потому что то, как вы это представляете, ну, это, знаете, ни в какие ворота не лезет совершенно. Потому что так нельзя. Так нельзя. Мужчина должен алименты, он должен их платить. Если не платит, подавайте в суд. Он же не в другую страну, не в другую страну уехал. Он же в Россию, ну, или на территории. Вот. Так что проведено в суд. Даже если он за границей, все равно ему повестка туда придет. То есть все это решено. Ладно, чтобы вы это делали, чтобы вы защищали свои права. Понимаете, если вы своих прав защитить не можете, то как вы можете рассчитывать на то, что у вас получится чего-то добиться? Вот вам и деньги будут. Вот вам и источник дохода какой-никакой будет. Да? Вот. И так далее. Здесь мне кажется, что мужчина, важно именно припугнуть его немного, чтобы он понял, что вы боретесь, и чтобы он больше не скрывал. А то, опять же, у меня такое чувство, что мужчина понял, что вы не будете на него как-то вот, ну, давить. Вы не будете как-то вообще к нему определять претензии. Вот. И можно, соответственно, так вот хитрить. Я очень молчу о том, что квартиру он отследил. Тут, кстати, тоже интересно, по каким законам. Как правило, суд на стороне женщин всегда выступает. И, ну, вам нужно бы, ну, надо бы рассмотреть возможность подачи апелляции на это решение. Да? Ага. Так. Дальше. Дальше. Значит так, я прожила два года в деревне, занималась детьми. Сейчас мне нужны деньги, нужно обеспечивать детей, они растут, и запросы, и потребности растут. Но нам нужно возвращаться в Россию. В Казахстане нет перспектив. Так. Значит. Вы говорите, что в Казахстане нет перспектив. Это как? Вот как это понимать, что в Казахстане нет перспектив? А для вас перспективы это что? А перспективы есть в России, где вы не можете найти работу, где вы зависите от сестры. Как и вы всегда, от кого-то постоянно зависит и зависит. То есть у вас нет такого, что вы вот самостоятельно, то вы зависите от мужчины, то вы зависите от мамы, то вы зависите от сестры. То есть постоянно вы от кого-то зависите. Это, знаете, ну тоже не хорошо. Именно для вас. Потому что, ну, в данной ситуации, в данной ситуации, как вот она видится мне, вам нужно начать именно с того, вот главное, с чего вам нужно начать. Прям самое главное, это того, чтобы независимой быть. Хотя бы, хотя бы в чем-то как-то. там, попросите у мамы своей, там, ну, какую-то сумму денег, чтобы она вам дала и чтобы вы получились пожить отдельно. Понимаете? Чтобы вы получились пожить самостоятельно, потому что вы одна с детьми по сути не жили никогда. Хотя бы. Вот. Ну и потом одиноким материалам выплачивают пособие какое-то по уходу за детьми и так далее. То есть, тут тоже не очень понятно. Вроде бы, а здесь под великим материалам даже жилье выделяют. Но тут тоже нужно выяснять. Тут тоже нужно смотреть. Тут тоже есть свои нюансы, как бы, да. Далее. Значит, так. Значит, прожила так. Они растут, потребности растут. В данное время я за старшей дочери нахожусь в Москве. Дочери сколько лет? Оставить обеих детей у родителей мама... А, не смогла. Оставить у родителей мама согласилась остаться с одной. Тяжело ей. Есть свой пятилетний сын, мой брат. Приехав в Москву, понимаешь, что с ребенком на руках я не смогу работать так. А сколько ребенку лет? Пусть вам... Смотрите. Вам можно с сестрой договориться так. Что... Вот вы работаете в первый месяц, да? Ну, на любой работе, не важно на какую. Первый месяц вы работаете. А потом, после того, как вы получаете первую зарплату, например, Вы, соответственно, оплачиваете няньку, тут же, няню оплачиваете и все. И, как бы, проблем никаких нет. Ну, вот, как мне видится, для вас это самый такой вариант идеальный. Вот, для вас это самый идеальный вариант. Оплачиваете няньку с первой зарплаты и свою сестру разгружаете. А стоит договаривать, что она сидит месяц с вашей дочерью. Ну, а вы ей там что-то пообещаете, что-то такое, да? Помощь какую-то, ну, или что-то еще как-то замотивируете ее, чтобы у нее желание было вам помогать. Я думаю так. Всегда можно договориться. Тем более, что жилье есть. Так, ну, значит, я не знаю, как мне выйти из данной ситуации. Садик пока оплачивать не могу. Но, опять же, здесь выбор либо няня, либо садик. Я не знаю, как мне выйти из данной ситуации, как мне стать самостоятельной, с детьми на руках. Ну, один ребенок у вас у мамы, поэтому мне кажется, что с одним ребенком вам... Ваша задача пока с одним ребенком на руках стать самостоятельной. Вот, и как, в общем и целом, мне эта ситуация видится, что у вас вполне есть для этого возможности, потому что у вас есть жилье и так далее. Вот, ну, то есть уже готовое, уже готовое жилье как бы у вас есть. Что-то заключается в следующем, что самостоятельно вы станете только после того, как, значит, будете финансово независимы. Финансовая независимость сразу сама по себе не придет. Это нужно понимать четко и ясно. Финансовая независимость, она у вас будет только, как бы, финансовая независимость будет сразу. Вот, а психологическая и моральная независимость придет к вам в пусть какое-то время. По-другому, опять же, не бывает. По-другому не работать просто. И постепенно, постепенно, вот так, поработайте так, ваша дочь подрастет. И как бы, когда она подрастет, она уже сможет помогать вам по дому. У нас может уже сама одна посидеть. Ну и ребенку вообще-то надо оставлять одного, поэтому я думаю, что... Я вот не на сколько лет вашей дочери, но мне кажется, что... Явно вы... Ну там, если ей не 4 года, если ей 5, то в 5 лет, в принципе, уже с женой не оставлять. Одного ребенка, то есть вашей сестре, не надо с ней сидеть. То есть там, чтобы еда была приготовлена, да, суп, чтобы был обеспечен, да, и как бы все, в принципе все. Больше ничего не надо, на самом деле. Далее, значит, так... Мне не откуда ждать деньги, денег. Это негативная установка, чтобы вы можете общаться с мужчинами и заводить на концу. Вот самые руки связанные, чтобы пройти за работу. Это тоже негативная установка, потому что руки у вас не связаны. Важно, как вы подходите к поиску выхода. По собеседованию походила, работа есть, есть приглашение, но возвращаясь по собеседованию домой в случае недовольства сестры, несмотря на то, что не работает, не обязана сидеть с моим ребенком. Но об этом я вам сказал. Я понимаю, что это мои дети, мне никто не обязан помогать, но как само выйти из нее, я не знаю. Обычку мужа не рассчитываю, не хочу его больше касаться. Зря. Алименты вам должен. Алименты ваши поправы. Прошу вашего совета мнения. Мнение, я хожу по надобному кругу, не знаю, как выйти из него. Возможно, не вижу чего-то, возможно, своими рассудениями вы сможете мне иначе посоветовать эту ситуацию, как найти решение, как я его видел ранее. А, решение там, где я его видел ранее. Все это решение там, где я его видел ранее. Напишите, установка душевных терзаний. Ну вот, от негативных установок вам нужно избавиться. Вперва. А потом уже все будет проще. Там, что руки у вас не связаны, это в вашем сознании. Вот только. И умение договариваться. То есть, в теории, вы можете даже не с сестрой договориться, а с ее знакомой, что вот вы месяц, например, работаете. Или сестрой договориться, чтобы она оплачивала няньку, а вы потом эти деньги будете потихонечку отдавать. То есть, вариантов-то на самом деле много вариантов. Другое дело, устраивают ли вас эти варианты? Вот все, вопрос основной. На этом все. Надеюсь, это помог вам. Нет ли у вас остались какие-то вопросы дополнительные? Пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!